Друзья, всем добрый день! Сегодня на обзоре самая доступная модификация абсолютно нового Infiniti QX60 2023 модельного года. Я вам покажу, сколько стоит эта машина. Сравним ее с конкурентами. Обязательно пройдемся по остальным комплектациям, чисто для сравнения. Мы сделаем выводы, будет интересно. Поехали! Друзья, я вас приветствую в солнечной Флориде. У меня уже на канале, вы помните, был подробный обзор и тест-драйв нового Infiniti QX60 2022 модельного года. Вот уже у нас перешла уже фактически черту половины года. Перешел этот 2022 год. Соответственно, как я вам всегда говорю, уже начиная там с 5-6 месяца, если появляются там автомобили в производстве, они считаются уже следующим модельным годом. Так вот, эта машина, которую я вам показываю сегодня, это уже 2023 модельный год, в отличие от того 2022, который был тогда. Но не суть важна. Сегодня я хотел вам показать быстро и лаконично, конкретно, что такое начальная ступенька в Infiniti QX60. Сколько она стоит, что она из себя представляет. И сравним, конечно, с конкурентами и с другими комплектациями, которые я вам, собственно, показывал еще в прошлом видео. Поехали! Итак, друзья, вот этот простенький, для народа, если можно выразиться, не стыдный, я бы вот так вот сказал. Но не стыдная комплектация, хотя самая-самая начальная, она называется у Infiniti Pure. То есть простой Pure, это чистый, обычный, такой вот, в общем, не о чем, наверное, да, многим покажется. Кто уже заметил, не хватает рейлингов у нас здесь. Все очень простенько, бедненько, нет никаких хромированных накладок. Да, то есть машина смотрится, возможно, для кого-то немножко даже как-то не закончена. Но при этом всем здесь очень-очень интересная цена, к которой я вернусь буквально через пару минут. На фоне этого автомобиля, напротив, стоят другие автомобили в топовых комплектациях Sensory, которые стоят, сейчас я вам скажу, сколько. Вот машина, например, в топовой комплектации Sensory, 23-й год. Здесь у нас передний привод, но не суть важная, вы можете докинуть за 2000 полный привод. Она обкомплектована максимально с пакетом Vision, с пакетом звука. Такая машина 63-300, на полном она будет 65. Но опять-таки к ценам, друзья, вернемся позже. То есть 65. Интересно, а сколько же тогда будет стоить вот такая вот базовая, вот такой вот базовый входной билет в Infinity, в трехрядные 7-местные CV? Давайте смотреть, собственно, чем эта машина отличается. Самое главное по внешке. Сразу вот мы стоим, здесь сбоку видно отличие. Во-первых, конечно же, рейлинги. Само собой, у нас не то, что нет поперечин на рейлингах, у нас самих рейлингов нет. Это отличие номер один. Дальше. У нас нету вот таких вот хромированных, псевдохромированных накладок на вот этой вот пластиковых элементах. То есть здесь выштамповка Infinity, она идет чисто по черному пластику, не крашенному. Здесь же, как видите, есть вот такие вот хромированные вставки. Ручки, кстати, вот эти вот псевдохром на ручках, он присутствует везде. Вот это мне что нравится. Уже в базе у вас идут такие вот глянцевые панели. Их легко очень чистить, особенно после мойки. Выглядят отлично. Хорошо, что Infinity не стали здесь экономить деньги. Двухцветные зеркала и здесь, и здесь присутствуют, но в нашем начальном Infinity, к сожалению, камер 360 не предусмотрено. Колеса, соответственно, здесь стоят базовые 18-е, если я не ошибаюсь. Да, 18-е, 255 на 60, простенького дизайна, очень невзрачные, но они, в принципе, гармонируют с самой базовой комплектацией. Здесь, конечно, стоят красивые 20-е колеса. Давайте я вам сейчас скажу. Да, 20-е легкосплавные диски. Ну, соответственно, здесь и машина более нафаршированная. Дальше, еще по внешке. У нас немножко отличается вот эта часть, она идет, но она, на самом деле, идет в зависимости от цвета кузова. Бывает разных цветов. В принципе, смотрится здесь неплохо, даже в базовой комплектации. Дальше, есть некоторые моменты, о которых я вам сейчас скажу, которые не видны невооруженным глазом, просто надо знать комплектацию. Мне нравится то, что здесь они даже не скупились на нормальную фальш-радиаторную решетку в черном таком цвете и хромированный обод есть. То есть, в принципе, все нормально в этом плане. Полностью светодиодная оптика у нас с ближним светом. У нас, как видите, в линзе ходовые огни также у нас диодные полностью. Я вам сейчас включу оптику и покажу, как это выглядит в включенном состоянии. Так, я включил. Вот как выглядит. Достаточно симпатично смотрится. Такой хитрый прищур. Ну, мне нравится, в принципе, внешка у Infiniti. Мне сразу понравилась QX60, и мне очень зашел второго поколения. То есть, в принципе, друзья, машина базовая, но те, кто знают, как бы, те, кто интересуется автомобилями, конечно, сразу поймут. Ага, базовые диски, нет рейлингов, допустим, там камер нет. Все, это бомж комплектация. Но давайте не будем забегать вперед. Машина за свою цену предлагает достаточно много. Адаптивная оптика. Перейдем к техническим характеристикам. Плюсом является то, что вне зависимости от комплектации, здесь всегда будет стоять Nissan 3.5 на 290 лошадиных сил. И в этом поколении, втором, сагрегатированный уже с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Больше нет вариатора, я повторюсь, это основное отличие. И это огромный плюс и огромный шаг вперед. Дальше, по технике. Это конкретно эта модификация. Передний привод, само собой, здесь в США, особенно в теплых штатах, как Флорида, передний привод, это абсолютно нормально. Хотя я бы себе покупал, даже будучи здесь, во Флориде, наверное, полноприводную версию все-таки. Дабы быть более спокойным. Но, в плане безопасности, например, машина оснащена полностью всеми помощниками. Так же, как и оснащаются базовые Nissan. То есть, за это доплачивать здесь не приходится. Это тоже большой плюс. Конечно же, здесь у нас подвеска ни на каких-либо поперечных рычагах. Обычные стойки Макферсона спереди и многорычажная подвеска сзади. Здесь классика жанра, никаких откровений ждать не следует. Перемещаемся плавно в салон. Кстати, да, еще один момент. Перед тем, как мы переместимся в салон, задняя часть автомобиля абсолютно не выглядит дешево. Вот задняя часть максимальной комплектации. Все то же самое, один в один. И задняя часть базовой комплектации. Мне нравится черная полоса, пересекающая полностью крышку багажника. Выглядит и, ну, как бы, выглядит добротно, я вам скажу. Уже в базе у вас есть электропривод крышки багажника. Но, что вы не получаете в базе, это возможность открыть его, поднеся ногу под бампер. Пока мы здесь находимся в багажнике, конечно, ни о каком электроскладывании третьего ряда речи не идет в базовой комплектации. Но есть крючки, есть зарядка, типа прикуриватель. Все у нас, ну, вот не все, конечно, но вот эта часть, по крайней мере, отделана ворсом. Там, конечно, много пластика, но к удобствам пассажиров третьего ряда два подстаканника присутствуют. И справа есть зарядка. И еще несколько крючков. Конечно же, вы можете все это сложить фактически в ровный пол. Там надо чуть подвинуть сидение второго ряда. И перевозить своих детей. То есть в этом плане все нормально. Белый потолок, дефлекторы. Свет, к сожалению, в салоне у нас не диодный, так как это базовая комплектация. Это, видите, вот есть такие моменты, прям мелочные-мелочные. Но они оставили это все для максимальной версии. Под полом у нас тут ковры. И сейчас посмотрим. Запаска у нас находится снизу, как видите. Все, больше здесь особо делать нечего. Две клавиши закрыть и заблокировать. В данном случае воспользуемся просто закрытием. Бесключевой доступ на всех четырех углах. Здесь что мы имеем? Конечно, в отличие от богатых комплектаций у нас нет. Шторок. Это тоже такой себе минус. Кому минус, кому нет, как бы тонировка и нормально. Здесь такие глянцевые интересные вставки. Выглядит машина и вообще, в принципе, ее салон достаточно дорого. Сейчас мы к цене подойдем, ребят. Пару минут буквально. Строчка. Автоматический подъем, опускание клавиш. Точнее, стеклоподъемников здесь присутствует. Базовый обычный ряд. Кожаный. Я имею в виду салон. Ну и, соответственно, второй ряд. То есть это не натуральная кожа. Это не на по какая-то. С там определенной выделкой. Стандартная. Но, по крайней мере, контрастная прострочка есть. Можно регулировать сидушку второго ряда. Как по длине. Вот, соответственно. Также можно и наклонять спинку. Это тоже огромный плюс. Два подстаканника. Я быстренько прохожусь, друзья. Потому что это очень подробно показывал в обзоре основном. Дальше. Третья зона климат-контроля. К сожалению, так как это база. Здесь нет подогрева сидений. Конечно же, не бывает вентиляции. Но у нас подзарядки. Типа USB Type-C, Type-A и типа прикуриватель есть. Карманы есть. Панорама. Уже в базе идет. Со сбежной секции. Мне некоторые спрашивали, что значит панорама со сбежной секции. Это значит, что есть машина, у которых глухое панорамное стекло. Без возможности открывать его. Здесь же у нас с перемычкой, соответственно, секция есть, которая открывается. Сидеть, кстати, достаточно удобно. Места много. Перемещаемся сюда. Естественно, есть датчики мертвых зон. Также присутствуют. И самое первое, что, конечно, бросается в глаза, друзья, это то, что в той комплектации, которую я тестил, была полностью цифровая приборка, как в топовом Pathfinder. Собственно, младшим братом он является этому Infinity. По сути, две машины один в один. Но, как они сделали отделку салона, как это все выглядит здесь, друзья, это намного богаче, намного более, ну, как-то стильно сделано в 500 раз, чем в том же Pathfinder. Pathfinder, он такой, лично мое мнение, он неплохой, но он такой топорный какой-то. Здесь же, конечно, огромная разница, как это все выглядит. Минусом, как я говорил, конечно же, является руль, который, по сути, у нас остался такой же, как и у Nissan. Есть анатомические приливы, тоже плюс, само собой, у нас здесь есть обычный, кстати, обычный круиз, адаптивного здесь нет в этой максимальной, точнее, минимальной комплектации. Но есть подрульевые переключатели, датчик света автоматический, датчик дождя автоматический. Приборка, как я сказал, стандартная, не цифровая, но большой дисплей присутствует. Дальше, здесь аккуратненько оформлены все эти дефлекторы, то есть вот эти вот крутилки для того, чтобы открыть-закрыть. Воздушные потоки, они все, в принципе, сделаны достаточно аккуратно. Дальше, в отличие, конечно, от максимальных комплектаций, здесь экран, кстати, не чуть не меньше, это тоже большой плюс. Сейчас, вот кнопка у нас старт-стоп. Вот как это у нас все выглядит, все зажигается. Красивая такая вот белая подсветка присутствует. Шифтер нашего девятиступенчатого автомата. Экран большой, я вам показывал. То есть он очень похож на то, как выглядит все у Nissan Pathfinder и у того же нового там X-Trail, или как он здесь называется, ROG. В базе уже у вас идет подогрев руля, подогрев сидений, но, к сожалению, нет вентиляции, нет хедапа и нет массажа сидений. Во всем остальном, в принципе, все очень похоже. Мне нравится, как они оформили эту менюшку, смотрится достаточно дорого. Так, передний привод у нас нет возможности заблокировать 50 на 50, между всего дифференциал, но есть выбор режимов езды, кнопка старт-стоп здесь, шифтер нефиксируемый девятиступенчатого автомата, электронный ручник, автохолл, управление у вас мультимедиа осуществляется как отсюда, так собственно с тачскрина, это тоже большой плюс. Беспроводная зарядка отсутствует, кстати, здесь, она присутствует в следующих комплектациях. Два подстаканника, подлокотник, USB Type-A, зарядка, велюрчиком отделан, все очень неплохо. Сидушки имеют, как и у пассажира, так и у водителя, базовые настройки электрифицированные, это тоже большой плюс. Дальше. Хедапа, я уже сказал, нет, светлый потолок, то есть, по большому счету, что вас отделяет, кстати, складывание, складывание зеркал присутствует, и память сиденья на два положения также присутствует. Что хочется сказать, что вас отделяет от максимальной комплектации? У вас нет вентиляции, у вас нет подогрева заднего второго ряда, у вас нет черного потолка, у вас нет премиальной акустики, у вас нет адаптивной оптики, которая следит за дорогой, массаж, я сказал, тоже отсутствует. Ну и, в принципе, полный привод, такая вещь, которую можно всегда докупить к любой комплектации. Ну, соответственно, цена, то есть, вы видели максимально, сколько стоит заряженный QX60, от 65-65-66 до 67 тысяч. Теперь смотрим, сколько стоит эта машина. Базовый Infinity Pure QX60, комплектация Pure 20, а, это 22-й год, да, друзья, потому что есть еще 23-го года. Так вот, цена, друзья, обратите внимание, без наценок, 49 275 долларов, с учетом доставки сюда в дилер. То есть, меньше, чем за полтинник, у вас Finic уже. И если вы решаете к базовой комплектации, это купить полный привод за примерно 2 тысячи долларов, то вам машина выйдет в 51, где-то 52, давайте скажем, 52 тысячи долларов. Это уровень топового Pathfinder Platinum. И тут, как бы, мне кажется, как говорят американцы, no-brainer. То есть, даже не стоит думать, не стоит раздумать, однозначно я бы выбрал Infinity QX60 в качестве семейного автомобиля на каждый день. Три ряда, семь мест. Конечно, у вас нет там капитанских кресел, как есть в топовых комплектациях, но, однако, тот же двигатель, та же коробка, машина выглядит симпатично. То есть, друзья, как по мне, отличный вариант, отличный вариант в сравнении с конкурентами. Конечно, хочется отметить то, что мы можем сравнить с Hyundai Palisade, но многие скажут, типа, как ты можешь сравнивать с Hyundai Palisade, если это все-таки Hyundai, а это премиальный бренд. И вы будете правы, поэтому будем сравнивать с Acura и с Lexus RX. Друзья, буквально пару слов о сравнении с Lexus RX и Acura, так как видео, которое вы только что посмотрели, было записано до того, как я снимал Lexus RX 2023 года, то я хотел бы дополнить это повествование своими впечатлениями у Lexus RX. Исходу хочется сказать, что RX выгодно отличается наличием гибридных модификаций. Здесь спора нет, абсолютно. Вторая, как бы, относительно Lexus, черта выгодная, это, конечно же, ликвидность его. Он всегда теряет намного меньше, чем Acura и Lexus. Это 100%. Остальное, как бы, остальные ощущения в сравнении. Сначала давайте с Acura. Acura и Infinity примерно на одном и том же уровне, единственное, там по мелочам отличаются. В том же Infinity нормальный, как бы, мультимедиа с тачскрином, у Acura немножко замысловатая с тачпадом. Вот. И у Acura плюс большое то, что у нее в базе цифровая приборка. Если мы сравниваем с Lexus, а также у Acura еще большой плюс спортивная модификация от IPS, которая выгодно отличает именно Acura от Infinity. Infinity, к сожалению, только один мотор V6. Пока что. Посмотрим, что будет дальше. Если мы говорим про Lexus RX, друзья, помимо плюсов, которые я назвал это ликвидность и наличие гибридных модификаций, основной минус в этом поколении, даже несмотря на то, что это базовая модификация, это то, что отношение к деталям вообще просто упало на дно. Lexus RX, он по сути воспринимается как NX, который стоит дешевле и он меньше. Я не понимаю, почему, но Lexus пошел по пути экономии и это очень-очень-очень заметно. Этот же базовый QX60, который вы только что видели, он куда более богато смотрится в салоне. Несмотря на отсутствие цифровой приборки, лучше иметь такие аналоговые приборы, чем вот ту позорную как бы цифровую приборку, которая намного лучше сделана в том же новом Highlander или Benz 23-го модельного года. Почему Lexus это не поставил, я вообще не понимаю. Грубые пластики, то есть, ну очень-очень сильно экономят. Плюс у Lexus больше нет V6. У Finica и у Acura есть нормальные атмосферные тяговитые V6. Это тоже большой плюс. И у Lexus также минус, то что, к сожалению, не убрали длиннобазную версию. У конкурентов, у Acura и у Infiniti три ряда сидений. Я хочу сказать, что оснащение даже чуть-чуть побогаче этих моделей в сравнении с Lexus. Поэтому для меня, если стоит выбор посоветовать кому-то семейный премиум автомобиль, то из вот этой тройки на первом месте это Acura и Infiniti однозначно. Lexus для меня на последнем месте. Опять-таки, если же вы, конечно, фанат марки и хотите экономить топливо и ездить на премиальном внедорожнике, кроссовере, то, конечно, вам тогда Lexus понадобится. И многие писали, не многие, некоторые писали, да возьми там RX500 HF Sport или там какой-нибудь еще F Sport, он будет богаче, да, друзья, он будет богаче, но он улетит по цене, во-первых, номер один, и во-вторых, все эти премиум кроссоверы, лично мое мнение, судить по ним надо именно по базовым модификациям. Если база такая бедная и там есть вот такие дешевые материалы, неполный функционал, то это уже говорит о том, что машина достаточно, ну, на ней сэкономили просто. Поэтому для меня Lexus, конечно, он упал на самую низшую ступень по сравнению с этим Infinity и с Acura. Это лично мое мнение, друзья, вы уже сами делаете выводы, посмотрев на все эти автомобили у меня на канале и Acura, и Infinity, и Lexus. С немцами я не беру сравнивать, друзья, у немцев и выбор агрегатов, да, двигателей больше. Они будут быстрее, шестрее, но в подобных комплектациях они будут значительно дороже. Здесь меньше 50, да, это передний привод, но там, скажем, 50 на 52 на полном, ну, очень грубо говоря, и у вас как бы все есть. Вы видели все опции, мне кажется, вполне отличный вариант. Мои как бы такие вот мысли с вами хотел поделиться самой базой, все привыкли к жирным киндозаряженным комплектациям, я вам тогда ее показывал, а сегодня пришло время показать самую базовую комплектацию. Мне кажется, она стоит своих денег. К минусам следует отнести, друзья, то, что нет никаких гибридных версий, к сожалению, только бензин, только 9-ступенчатый автомат. RX, она уже проигрывает, потому что у RX несколько моделей гибридных, вплоть до 300, там 40-50 лошадиных сил, очень экономичных. Конечно, здесь проигрыш у Infiniti. В остальном, пока что все очень-очень достойно за эту цену, однозначно. Так что, друзья, пишите ваши комментарии, стоит ли эта машина своих денег. Вот я вам еще раз ее показываю, самую-самую базовую. Обязательно подписывайтесь на канал, дальше больше, и всем хорошего дня и пока.